Начиная с 2007 года, благодаря Хамасу в секторе газа была выстроена уникальная экономическая модель. Может быть даже и беспрецедентная на тот момент, я не историк, не знаю. Промышленность в Азе понятно какая. Мастерские, легкие фабрики, сфера обслуживания, строительство. Это в общем мелкие деньги, жизнь впроголодь. Но население поэтому в основном нищее. Есть конечно и очень богатые люди и как выяснилось наступательное ракетостроение. Откуда же такая роскошь? Фактически Анклав живет на гранты, на внешнюю финансовую помощь. И тот, кто ее распределяет внутри, ни в чем себе не отказывает. На вымогание этой помощи и выстроена экономическая модель газа. Якорным сегментом ее является экспорт горя. Продажа западу и арабским нефтиным шейхам трупов и душераздирающих картинок с окровавленными или просто рыдающими детьми и женщинами. Все умершие, особенно все те же женщины и дети, немедленно объявляются жертвами израильской военщины. Население газа около двух миллионов человек и несколько десятков тел всегда на готове. Простая арифметика дает цифру где-то 50-60 естественных смертей в день. А ракетные батареи, установленные в школах и детсадах, удачно увеличивают число невинных жертв и делают горе менее постановочным. Десятки операторов снимают крикливые и агрессивные «похороны», которые нередко заканчиваются побегом ожившего мертвеца из-под савана. В Ютубе полно таких роликов. Прикормленные или крепко прихваченные за яйца корреспонденты евролиберальных СМИ придают этим фейкам легитимность. И вот уже чиновники собирают заседания, а миллиардеры-единоверцы выписывают восьмизначные чеки. Да и простые граждане дальних от Ближнего Востока стран покупаются на этот фальшак. Ведь как ни крути, а евреи на их подкорке – это наглые коммерсы на мерсах, а арабы – простодушные крестьяне на осликах. Вы скажете, что этого не может быть, что торговля мертвыми – это варварство. Конечно, может. Жизнь простого человека под пятой фашистского Хамаса и под израильскими ответками – адский ад. А смерть шахида – это молоко, мед, гурии, плюс приятным бонусом к компенсации семьи. Поэтому горе на продажу. А для внутреннего употребления – радость за то, что жил, молился и правильно умер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова